Эпицентр 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 Друга Эпицентр Эпıkt لا Друга Эпицентр Эпицентр Т Tus trunk Как посторонний шум действительно можно сильно отвлекать и мешать коммуникации. И вообще хотелось бы похвалить в очередной раз организаторов «Эпицентра». Это, пожалуй, лучшая звукоизоляционная кабинка, в которой я когда-либо играл. Даже на «Интернешнале» звук проходил сильнее гораздо, чем здесь. Так что добавить нечего. Так что была автограф-сессия, да? Вы проиграли за спойлером тем, кто не смотрел, хотя, наверное, все знают. Не было угроз. Нет, угроз не было. Очень много было теплых слов поддержки. Кто-то искренне переживал, говорили, блин, мы болели. И очень многие советовали смотреть в будущее, так как будущее должно быть гораздо более лучезарным, чем последнее место на турнире. Во всяком случае, в это стоит верить. Да, на преддверии «Интернешнала». Как вы готовились к турниру? Какая-то была специализированная подготовка? Или это обычный план, на который вы приехали поиграть? Ну, так уж вышло то, что мы уже практиковались до эпицентра в отдельном доме, в пригороде Москвы. Привет, Кайбер Фордж. Эти ребята предлагают в аренду командам дом, где они кормят, предоставляют интернет, защиту от ДДОСа. Ну, и там команда может спокойно заниматься тем, чтобы создавать свою команду. Мы готовились к квалификациям к мейджору, играли их оттуда, проиграли. Мы буквально через несколько дней, мы уже здесь в отеле тренируемся к эпицентру. Так что конкретной подготовки к эпицентру не было, был просто подготовка в целом команды к тому, чтобы быть готовыми играть в серьезные соревнования. Почему мы готовились в отдельном помещении, а не в офисе Virtus.pro? Там не оборудовано для этого? Офис Virtus.pro оборудован для того, чтобы там играли команды, но все же хочется, чтобы было как можно меньше постороннего народа в офисе. Насколько я знаю, занимаются не только вещами, связанными с нами, нашей командой. Плюс гораздо удобнее, когда ты встаешь, и у тебя прям доступ к компьютеру здесь и сейчас, а все-таки в офисе спальных мест не оборудовано. Так что пока что мы делаем выбор такого рода буткемпом. Понятно. Много было негативных моментов, связанных с игрой, но в одной из игр, по-моему, на второй карте у тебя был преймпедж, на который трибуны очень реагировали. Какие еще положительные моменты ты можешь назвать из игры Virtus.pro? Ну, игры, которые мы выигрывали, как правило, мы их играли относительно хорошо и хорошо к ним подходили, с хорошим майнсетом. Мне в целом, для того, чтобы получить положительные эмоции от игры, достаточно, чтобы мы сыграли просто хорошо. Иногда такое даже бывает, что ты играешь очень хорошо, но враг тоже невероятно крут, и ты проигрываешь. Это, безусловно, обидно, но уровень удовлетворения от победы невероятно важен. Так что толк-толк. Самое главное, что свои трибуны поддерживали. Хорошо, что ты можешь сказать именно фанатам? Может быть, какие-то слова, пояснения, почему так произошло и приветы? Ну, наверное, единственное, что здесь можно сказать, это извините, что разочаровали и расстроили. Я знаю, очень многие приезжали в Москву специально ради эпицентра и для того, чтобы поболеть за нас, единственных представителей СНГ. И так уж вышло, что мы, будучи единственными представителями СНГ, можно так сказать, немного опозорили и не отстояли гордость нашей СНГ-доты. Но в целом, мы тоже об этом переживаем. Мы стараемся стать лучше. И верьте в нас, если у вас еще на это есть силы, все будет гораздо лучше и круче. Спасибо. Удачи в подборах мне замешнул.